Сайднур Раджабович, что делать, если мой муж во всех ваших словах ищет подвох? Очень тяжело, когда родной муж тебя вообще не поддерживает. Может, нам просто с этим человеком не по пути. В таких ситуациях обязательно используйте стратегию капелька воды. У меня проблема в смене положения. Я замужем 10 лет. У меня двое сыновей, но я никак не могу найти общий язык с мужем. Я хочу вдохновлять его, поддерживать, но он все время отказывает. Часто говорит, что я ему не нужна, живет со мной только ради детей. Нету никакой цели. Цель день сидит в интернете, приколе, смотрит. Из-за мельких ошибок у нас скандал. Ударит меня, говорит уйти из дома. Не хочу уже продолжать с ним смене отношений. Не позвольте, чтобы он руку поднимал на вас. Здравствуйте, дорогие наши друзья. Поприветствую из Лас-Вегаса. Я сейчас в дальний момент в Америке. Хочу ответить на несколько ваших вопросов. Спасибо, что смотрите наши рубрики «Вопросы до Влада». Вас даете актуальные вопросы. Не забудьте, пожалуйста, ставить лайк под это видео. Рекомендую своим друзьям, знакомым нашу рубрику. Кому могут принести пользу наши рубрики? Кто нуждается этими ответами? Для кого эти ответы могут стать причиной создания счастливой смены жизни? Хочу ответить на несколько вопросов касательно смены отношений. Сайднура Раджабович, недавно наткнулся на ваши видео в Ютубе. Начал с большим интересом их смотреть. На данный момент читаю ваши книги. Сайднура Раджабович, что делать, если мой муж во всех ваших словах ищет подвох? Деньги на книги жалеет, идеи мои отвергает, говорит, что нам есть на что потратить деньги. Очень тяжело, когда родной муж тебя вообще не поддерживает. Каждый раз, когда пытаюсь что-то донести, то разговор сводится к ругане. Он привык отдыхать, ездить на рыбалку и так далее. В его жизни давалось все достаточно легко, благодаря его родителям. Нет, он не из богатой семьи, обычный рабочий класс, но ему во всем родители помогали. Как быть? Возможно ли в таких условиях чего-то достичь? Или нужно смириться, что с таким человеком можно жить только так? Как мы жили раньше? Очень тяжело. И самой чему-то учиться и мужу за собой тащить. А если быть точнее, сопротивляться его всем не хочу. Может нам просто с этим человеком не по пути? Сайднура Раджабович, с нетерпением ждем вас в Беларуси. Планируете ли вы у нас тренинги? Спасибо вам. Да, обязательно. Конечно, буду в Беларуси, обязательно буду. Я был несколько раз в Беларуси, в Минске провел несколько раз тренинги. Буду обязательно. Знаете, ваша ситуация, я много раз с этим столкнулся. В начале всегда люди так и относятся, особенно когда я еще не идеально разговариваю на русском языке и так далее. Нужно чуть-чуть просто время. Вы продолжайте делать. Я хочу вам сказать, в таких ситуациях обязательно используйте стратегию капелька воды. Капелька воды постепенно победит камень. Если вы внимание обратите, благодаря чего? Благодаря стабильности, благодаря постоянству, благодаря дисциплине капелька воды, в конце концов, победит камень. Продолжайте. Просто продолжайте, если это нужно в будущем вашей семье. Продолжайте, если это нужно в будущем вашим детям. Если в ваше будущее вы хотите, чтобы представить более успешные, более интересные жизни и так далее. Продолжайте. Чему я обучаю? Никогда человек не сожалеет о том, что он делал те вещи, которые я рассказываю. Почему? Потому что, в итоге, в конце концов, это благо будет для вашей семьи, в итоге благо для ваших детей. В конце концов, никто же не сожалеет о том, что стал лучшим человеком или стал лучше жить. Поэтому, именно я работаю над тем, чтобы поддерживать любого человека, который стремится стать лучше. Поэтому, я уверен, что со временем ваш муж вас точно поймет. Вначале будет так. Так что вы не отчаивайтесь. Вы не сдавайтесь, пожалуйста. Вы не бросайте. Вот что я хочу вам сказать. Не бросайте и не отчаивайтесь. Продолжайте. Потому что я рассказываю вам, исходя из своего опыта. Из моего опыта. Многие люди. Город Уральск. Один кейс расскажу. Город Уральск. Одна женщина пришла ко мне в тренинг и сказала, что мой муж вообще против. И чтобы я вообще читал ваши книги или ходил на ваши тренинги. И не только к вам вообще. В любой тренинге и так далее. Тогда я ей сказал, просто включите иногда видео в Ютубе, где я рассказываю о стратегии мышления богатых и бедных людей. Или действующего, как стать миллионером территории СНГ. И так далее. Просто включите, ходите просто у себя дома. Со временем вы видите, что капелька-капелька слов по слов, слов до слов. Что-то он берет для себя. Она делала эту вещь. Через год, где-то полтора, когда я приехал в город Уральск. Она была с мужем в нашем тренинге. Они вдвоем подошли ко мне. И муж поблагодарил за то, что я так рекомендовал. Муж сказал, что извините, наставник, что в самом начале я был очень негативно настроен. Вообще по поводу не только вас, по поводу всей тренинги я был так настроен. Но в конце концов, когда несколько раз я послушал, проходя мимо, когда жена включила в Ютубе ваши вопросы, ответы до Владова или какие-то там ваши советы. И постепенно, постепенно я брал для себя что-то полезное и в конце концов решил, что послушать. И знаете, потом через полгода я начал сам конспектировать, что вы говорили. И на данный момент он сказал, у него есть бизнес, который продает матрасы, вот как ортопедические матрасы продает. И жена, по-моему, она даже кабинет стоматолога, по-моему. В общем, и только в конце концов у них бизнесы появились. Вот. И нормально все идет вперед, слава богу. Потом они пришли ко мне на годовой даже обучение. Они на очень много, мои тренинги посвящали, очень много развивается, слава богу. Так что вы тоже так делайте. Надеюсь, что увидимся с вами и с вашим мужем в Беларуси, когда в тренинге. Здравствуйте, Садмирот Довлатов. Я из города Бишкек. Мне 20 лет. Я работаю на рынке Дордой уже 2 года. Под руководством родного брата. Занимаемся оптовыми продажами зарплату. Не получаю. Брат говорит, сначала купим ему недвижимость, а потом мне. Потом будем отделиться. Это займет где-то 5 лет. Что вы посоветую? Продолжать в таком договоре или по другому пути идти? Спасибо вам, заранее наставник. Дорогой мой, если вы с братом вместе работаете, и есть такой план, чтобы вам обоим покупать недвижимость, это хорошая стратегия. Делайте, пожалуйста, это. Я знаю одного человека. Он мой дальний родственник. В кашлаке живет. Мой дальний родственник. Когда его сыновья работали, каждый из его сыновья, кто-то таксист, кто-то ездил в Россию, работал и так далее. В общем, каждый раз сыновья привезли деньги, отец забирал у них деньги и сохранили по отдельности. Смотрите, это какой смейная культура. Я хочу сказать, это, возможно, вам многим поможет. Отец собирал деньги для каждого ребенка. То есть, получается, что у него 4 или 5 сыновей, каждый из них сыновья работает где-то, он их деньги собрал, отдельно держал, чтобы между детьми не было никакого спора и так далее. Двое из них, по-моему, таксистом работали, кто-то из них в Россию съездил, работал, вернулся и так далее. В общем, он собрал их деньги по отдельности для них самих и не вмешивал их деньги, чтобы между братьями не было такой претензии, что я больше зарабатывал или я меньше зарабатывал и так далее. Он просто накопил, накопил для каждого сына. И потом, когда у этого ребенка, например, скажем, у Абдурашида, когда накопилась сумма, он ему пошел, купил его любимое жилье. То есть, он хотел купить дом или квартиру, купили ему. То есть, отец играл роль банка, накопил деньги детям, не давал деньги детям, чтобы они потратили их. Он их просто жестко контролировал. Каждый раз, когда дети работали, зарабатывали, он им сказал, ты заработал с ног, да, а где твои деньги? Если он приехал с рейса и деньги не давал отцу, он в следующий день, он ему машину не давал, он сказал, ты поехал туда, вернулся без денег, так что извини, я машину отдам другому, которые могут работать. И тогда каждый сновья старались, чтобы возвращаться, деньги отдать ему. И он деньги накопил, их деньги он не тратил, просто накопил для них самих. И теперь у всех сновья есть квартиры, жилье и так далее, и так далее. И все сновья стали состоятельными. Я это видел, это перед моим глазом произошло. Есть еще другой кейс, который расскажу. Похожая ситуация, как у тебя из бедной семьи выросли пятеро братья. Пятеро братья из очень бедной семьи выросли, они ездили в Россию, работали и так далее. И начали накопить, старший брат накопил деньги, и потихонечку каждому брату, то есть они все пятеро работали, четверо из них, по-моему, работали там, старший брат все эти деньги собрал, и по одному всем покупал подряд жилье. Сейчас на данный момент у них у всех есть жилье, машины и дома и так далее, и так далее. Поэтому если твой брат так говорит, ты работай с ним в таком договоре, но только постарайся, чтобы не вмешивалась жена брата, чтобы после того, когда брату купите жилье, чтобы потом не вмешивалась его жена или кто-то родственник и так далее, чтобы потом вы не расстались. Вместе с братом делайте. Это хорошая вещь. Сначала ему купите жилье, потом тебе покупайте, потом дальше уже можете каждый по отдельности работать. Здравствуйте, Садмирал Раджабович. У меня к вам вопрос. У меня проблема в смене положения. Я замужем 10 лет. У меня двое сыновей, но я никак не могу найти общий язык с мужем. Я хочу вдохновлять его, поддерживать, но он все время отказывает. Я читал много вашей авторской книги и книги Нарбекова. Я хочу его информировать, а он сразу обвиняет всех авторов этих книг в мошенничестве, и меня запрещают читать. Он сам не читает вообще и не знает никакого языка, кроме узбекского. Я хотел научить его на русский язык. Он не учился. В данное время у него нет работы. Он попал в сокращение. Несмотря на него высшее образование, никак не может найти работу. Доверяет свою личную жизнь кому-то другим. Когда я говорю, постарайся сам, он ответит, не вмешивается. Сейчас работаю я одна. На мою зарплату живем. Еще спросит, отчет на него я тратила деньги. Отчет, на чего я тратила деньги. Часто говорит, что я ему не нужна. Живет со мной только ради детей. Нету никакой цели. Надеется, Аллах даст ему в один день. Цельный день сидит в интернете, приколе смотрит. Недавно начал читать утренний намаз. Как я уговаривала? А теперь найдет что-то про женщин и научит меня, как обратиться к мужу. Из-за мельких ошибок у нас скандал. Ударит меня, говорит, уйти из дома. Я очень устала. Мои родители не знают об этом. Он во всех обвиняет меня. Что меня делят? Не хочу уже продолжать с ним смене отношений. Родная моя, честно скажу вам, у вас нелегкая ситуация. Понимаете, он себя видит нереализованными, поэтому он иногда от злости подсознательно начинает это все выливать на вас. Это боль, это все груз, как будто вы виноваты. Потому что всегда людям легче обвинять кого-то другого на место того, чтобы брат ответственность что-то самому делает. Ох, нелегкая ситуация. Ну, похоже, ситуация у меня была много раз в консультации. И очень много людей справились, когда соблюдали мои советы. Я не могу вам сказать, что мои советы, они идеальны, и они подходят вам во всех случаях жизни. Конечно, во большинство случаев они работали, но исключения бывают. Попробуйте, возможно, это работает в вашем ситуации. Дай Бог, чтобы это работало в вашем ситуации. Я буду очень-очень рад, если буду вам полезным. Первым делом, что вам надо делать? Просто не обвиняйте в его ни в ничего, претензии не проявляйте к нему, просто поблагодарите и всегда говорите ему о вашей, о будущих детей, о будущей вашей мечты и так далее. Просто продолжайте так говорить. Мужчинам иногда нужен стимул, мужчинам иногда нужно вдохновение. А то, что он обвиняет других авторов и так далее, ну, конечно же, а как он? Потому что, когда он слышит, подсознательно себя сравнивает, себя чувствует неудачниками, поответствует, самый лучший вариант это игнорировать все. Помните, все, что человек не понимает, отрисает. Запомните это навсегда. Все, что человек не понимает, отрисает. Если вам нужна эта семья, надо бороться за него. То, что он вам говорит, что живет ради детей и так далее, и так далее, от боли он вам такие вещи говорит. Наступит момент, когда он просит прощения у вас за это. Наступит момент. А вы не сдавайтесь. Вы не сдавайтесь. Продолжайте работать. Потому что вы, я смотрю, вы мудрая женщина, раз вы читаете мои книги, книги моих наставников или задаете такие вопросы, обращайтесь к нам в нашу рубрику, значит, вы ищете выход. Вы не сдавайтесь. Продолжайте. Я могу уверенно сказать, что мужчину воспитать намного легче, чем жену воспитать. Вы продолжайте. Продолжайте работать, продолжайте воспитать детей. Просто слегка, по чуть-чуть, по чуть-чуть, просто поблагодарите его. Помните, мужчинам нужна благодарность. Просто благодарите за то, что он просто есть. Просто благодарите за то, что он хороший человек. В чем-то благодарите. Старайтесь победить себя, чтобы видеть в него что-то хорошее. И тогда по отношению к вам его хорошая сторона начнет развиваться не сравнивать его ни с кем возможно когда вы рассказываете про какие-то книги на примере про какие-то других людей это задевает его возможно поэтому просто благодарите его за то что он отец ваших детей я заметил что слово благодарность раскрывает сердцах мужчин доброту и щедрость просто благодарите через некоторое время вы видеть что он сам перестанет но постарайтесь чтобы он руку не поднимал на вас не позвольте чтобы он руку поднимал на вас если когда-нибудь рука поднимать вы скажете послушай я не хочу этого и вы не ругайтесь с ним не надо ругаться просто аккуратно вежливо скажите ему не бойтесь скажите ему я не позволю тебе руку поднимать на меня я не хочу чтобы мой муж поднимал меня рук я мечтаю что мой муж уважали меня я же с него тебя уважаю вот так уверенно говорите стойте за себя сами если вы будете уверены вот так себя вести вы увидите однозначно он начнет вас уважать и цене а то что он говорит что ради детей живет и так далее так далее это просто от того что он вы уже старайтесь идти вперед сознательно видно разным этажей находитесь он говорит другом языке вы говорите другом языке он подсознательно себя чувствую нереализованы поэтому так говорит но это временно продолжать его вдохновить не сдавайтесь мой совет к вам такой не сдавайтесь продолжайте бороться за семью ассалам алейкум а кайсад мурон меня зовут на себя я из города из фары честно говоря о вас не знала как-то муж в чатах когда мы поссорились скинул ваши наставления и начали слушать по правде говоря он ваш фанат ни одну вашу рубрику не пропускает в ютубе смотрит еще меня заставляет смотреть смотреть и слушать наставника это одно дело а делать как он говорит ветви это другое он ни к чему не стремится ни о семье ни о детях ни о доме не мечтает по ходу он ждет что вы одним прекрасно один прекрасный день если вас так долго будут слышать проснется богатым ведь для этого нужно стремиться еще хочет чтобы мы деньги собрали и к вам ездили на тренинги после этого делали как вы нарисуйте ему план ведом человек не стремительный я изначально его во всем поддерживала но уже устала 5 лет живем не детей не своего ничего не имеем живем раздельно в москве недавно попросила развод потому что так не могу больше он с легкостью дал мне его я в отчаянии что свои годы на него в пустую потратила может вы ему объясните что если ты ничего не хочешь делать от моего наставления через экран ничего не произойдет дорогая моя на сиба если он меня слышит рано или поздно его сознание будут что-то делать почему потому что будущее человека как можно узнавать как можно узнавать о будущем человека три показателя есть первый посмотрите у кого научиться чей наставление он слышит второе посмотреть какие книги он читает чеки 3 посмотрите кто его друзья вот это с кем он часто больше проводит время кто для него является кумирами примером посмотрите на это три вещь и могу уверенно вам сказать что это будущее этого человека легко вы можете распознавать человека если вы внимание обратно это трех вещей я уверен что если ваш муж дальний момент иногда даже если частично смотрит мои ролики и так далее он реально не поздно станет успешным человеком поверьте он не буду запомнить все то что рассказываю он не будет возможно умеет делать все то что я говорю но поверьте моим словам однажды у него в голове появится тот мысль который позволит ему изменить его судьбу позволит ему изменить его жизнь никогда не попросить развод мужу а вы мужчине уважаемые дорогие мои знаете во всем никогда женщину не говорить нет чтобы не говорили женщина скажите да чтобы он не сказал скажите да дай деньги да давай купим шубу да давай поменяем дом да давай поедем отдыхать да но говорите да но ждите от полчаса до полтора часа почему потому что женщина говорит потом думает так создана природа женщина так создана его эмоции сначала приходит на речевой центр потом на логический центр она могут что-то говорить потом задуматься так что нет не говорить если скажете нет она будет очень сильно настаивать на все поэтому лучше скажите да и подождите от полчаса до полтора часа пусть пройдет время если эта женщина продолжает вам повторить через день или через два часа или через три часа тогда ставьте план как это сделать то что она хочет потому что это действительно ей нужен но 90 процент те вещи которые она сейчас говорит она потом попозже задумается поймет что может быть данными либо денег не либо возможно и потом она успокоится или либо по-другому говорит поэтому если через полтора два часа она повторить это значит это ей нужен идите делайте возможности нет это сделать ничего страшного просто поделитесь с ней о своей плане расскажите ей что какой у вас план по отношению к ее мечте к ее цели просто расскажите о свой плане что послушай любимая у меня план как это сделать у меня план как помочь тебе у меня план как сделать так чтобы ты реализовал свои мечты свои цели так что ты не переживай я это сделаю Наступный момент, когда это делаю. Запомните, женщина простит вас, если вы стараетесь. Даже если не получается, она поймет этого. Но она не простит вас, если вы не стараетесь. Если вы ничего не делаете. Она просто не простит вас. Эта боль у нее внутри будет мучить ее. Поэтому, пожалуйста, когда вы стараетесь, когда у вас есть какой-то план, какое-то намерение, вы расскажите ей, она успокоится. Поверьте, это так. Поэтому вот так. И уважаемый на себя, за счет того, что он выговорит, что с легкостью он дал развод, наверное, от того, что вы часто давили на него. Знаете, в курсах я спрашиваю женщин, кто разведена. Иногда люди поднимают руку, часто кто разведена. Я говорю, были разведены хоть один раз, или так случилось, и так далее. Потом я спрашиваю, по чьей инициативе произошло развод? Верите или нет, 99% инициатором были женщины. Если даже мужчина сказал, мы разводимся, эта женщина довела до этого, что он сказал так. Хоть верить или нет, 99% случаев. Вы тоже можете спросить женщине, которая у вас вокруг. Просто спросите у них. И вы это увидите, кто был инициатором этого развода. Спросите у них. Вы поймете. 99% в семье разрушая женщине. Хотя женщина мечтает о смене счастья. Вот так, дорогие мои. Ничего не поделишь. К сожалению, наша жизнь так создана. Уважаемые наши слушатели, наши зрители, наши читатели, ставьте лайк под эту рубрику. Рекомендуйте нашу рубрику своим знакомым, друзьям, родственникам. Кто нуждается и чьей жизнью вы можете стать причиной их несчастья. Кому вы можете быть полезным, кому вы можете помочь. Ставьте лайк, рекомендуйте. Подписывайтесь на наш канал. К вашему услугам. Всего вам доброго.